Дорогая Церковь, перед нашей общей церковной молитвой я желаю поделиться рассуждениями о Слове Божьем и одну мысль предложить пред молитвой. В основание я беру место Священного Писания, которое записано в Послании к Евреям, 12 глава, 1-2 стих. Послание к Евреям, 12 глава. В 11 главе апостол Павел описывает о героях веры, которые прошли, угодив Богу, ходили пред Богом и ожидали Искупителя, Мессию. И здесь 1 стих. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Послание к Евреям очень сложное послание. Я понимаю, что молодому поколению сложно понимать все слова, которые написаны. И вот мой взгляд и мысль. 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Взирая то ли пристальный взгляд, устремить посмотреть на начальника и совершителя веры. Иисус Христос является начальником веры. Он единственный первый, который угодил Богу и показал пример, как служить и ходить верою пред Богой. И он совершитель веры. Он оставил небо, Вифлеем, его тайна воплощения. Бог стал человеком. Его жизнь, его служение людям. Гефсимания, где решался вопрос спасения всего человечества. Где он томился и где он принял твердое решение. Сказал, встанем, пойдем. Пришло время, пришел час. Голгофа, страшная позорная смерть и могила. И разрыв с Богом, с которым он, я и Отец одно. Воскресение и вознесение во славе, он сегодня, одесну и Бога, по правую сторону от Бога, на престоле его, владычествует и управляет миром. Который, вместо принадлежащей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление. Которое ему принадлежала радость и слава, он оставил и почитал ничто. Тот позор, ту страшную казнь, чтобы воссесть одесну и Бога. Дорогие братья и сестры, а разве Иисус Христос был лишен какой-то чести и славы там в вечности? Когда мы открываем Псалом 44, со 2 стиха. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царее, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, поэтому благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоей и красотою твоей. И в этом украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины, кротости и правды. И ясница твоя покажет тебе дивные дела. Острые стрелы твои народы припадут пред тобою. Они, сердце врага, врагов царя, престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, и веем радости больше соучастников твоих». В прошлое воскресенье мы слышали рассуждение о Боге Отце, о Боге Сыне, о Боге Духе Святом. Вот оно единение. Сын Божий, Он прекраснее всех человеков. Здесь, в 44 стихе, автор этого псалма, сам Дух Святой, он показал Господа Иисуса Христа, о Которого Бог Отец помазал и превознес прекраснее всех, Вы же всех поставил, Тот, Которому служили небеса. Когда Бог разговаривал с Иовом, эти слова записаны в 38 главе, с 4 стиха, Бог Ио говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольниками ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все Сыны Божьи восклицали от радости? Дорогие друзья, кто может, я не спрашиваю, кто слышал, кто может понять, что такое ликование утренних звезд? Что такое восклицание радостное сынов Божиих? Это все принадлежало Иисусу. Это все окружало Его. Ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, все это множество окружало Его, и слава Ему лилась. Ликование звезд, восклицание радостное сынов Божиих. Господь Иисус Христос в своей молитве первосвященческой, Иоанна 17 глава, 5 стих, такие слова. Он сказал это перед страданиями. «И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя славою, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя, прежде бытия мира». Дорогие братья, все сестры, вся эта слава, величие, ликование звезд, восклицание сынов Божиих, они принадлежали Иисусу Христу. Знаете, мы люди, когда рассуждаем, и бывают люди, которые имеют несметные богатства, у них все есть, и место жительства, и сладости, и все, что пожелают. И мы говорим, что им еще не достает? И отвечаем, не достает ему славы и власти. В благовении пред Господом Богом я не могу сказать, что недоставало Иисусу Христу. У Него нету того состояния, Он свят, Он не человек. Когда человека побуждает вот внутренний мотив или желание власть иметь и славу, а когда жизнь заканчивается, что в руках своих держит человек? Два кубических метра земли покрыли Его, а руки пустые, и тело Его в прах превратилось. Но Иисус Христос, Он Бог. У Него нету чувства, состояния, Ему несвойственно честолюбия, искания славы. В прошлое воскресенье Ян и Иринка приносили своего мальчика Виталика на благословение. Дорогие братья и сестры, дорогие матери, зачем ей нужен этот мальчик? Неужели ей вот эту ночь уставать, пеленать, ухаживать за ним, а когда подрастет еще больше переживаний, зачем это надо? Это глупый вопрос. Она любит Его. Неужели она встает и заботится о нем, чтобы честь какую-то иметь, чтобы славу потом иметь? Да нет, в ее имени мама вся слава и честь, потому что она любит ребеночка своего. Это часть ее, это кровь ее, это плоть ее. Дорогие братья и сестры, наш Господь Иисус Христос, Который имел славу и величие, ликование и радость вокруг, Он оставил небо и сошел на эту землю. И вместо придлежащей Ему радости Он претерпел крест посрамления, позорный крест. Для чего? Зачем? Что не доставало Господу Иисусу Христу, Который был Сын Божий, Который был и есть Бог? За свою жизнь на земле Господь Иисус ни разу не остановился, не споткнулся, не упал, потому что Его взгляд был устремлен туда, в вечность. Книга пророка Исайя, 53 глава, с 10 стиха. Позвольте не исказить. Это слово было написано за 700 лет более до рождения Иисуса Христа, а прочитать его в настоящее время, сегодняшним днём. Здесь написано, когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, позвольте сказать, душа Его принесла жертву умилостивления, Он видит потомство долговечное, и воля Господня успешно исполняется рукою Его. Сегодня Он на престоле Отца, и Он управляет миром. Но Он там видит не только себя, Он видит потомство долговечное. Книга Откровения, последняя книга, в которой написано событие ещё будущего, пророческие слова, скорого будущего. 19 глава, 6 стиха. И услышал я, как бы голос множества народа, многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громов сильный, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый, и светлый, ведь он же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блажен ли званый на брачную вечерю Агнца? И сказал мне, эти слова – суть, истинные слова Божии. Дорогие братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, нам открывается тайна воплощения Бога, смысл Его жизни, смерти на кресте, воскресения и план будущности, где Иисус Христос, одесную Бога, и рядом с Ним невеста Его возлюбленная, Он не один, невеста Его возлюбленная. Знаете, как-то в прошлые годы мы были приглашены на брак. Жених с нашей церкви, невеста с другой. Это было в Филадельфии. И нам пришло приглашение, там было написано, вы ответьте, вы приедете или нет? Мы ответили, мы будем на браке. Мы были на бракосочетании, потом был прачный пир. Зашли, стол жениха, невесты, множество столов, вокруг них стулья и номера на каждом столе. Нам говорят, вы посмотрите, за какой стол вы указаны. Мы подошли, по алфавиту нашли список Тищенко Александра, Тищенко Татьяна. Номер 12. Мы подошли к столу, там наши друзья. Все званные гости заполнили место, пришел жених, невеста и начался пир. Если бы мы кого-то взяли, кто не был приглашен, ему нету места там. И когда нас пригласили, если бы мы сказали, нет, мы не пойдем, на наше место позвали бы кого-то других двоих человек. И пир все равно бы состоялся. А нас бы не было там. Дорогие братья и сестры, мы прочитали, что будет брак Агнца, где наш Господь Иисус Христос, Бог, Сын, увенчанный славою, в венце, и рядом с Ним невеста, возлюбленный Его, которую Он родил, муками на кресте Голговской, и дал жизнь, победой своей над смертью, воскресением, вознесением, и Дух Святой, Сашет, рождает от Духа, от Слова, от воды и Духа, новые души, и имена их записывают в книгу жизни. Брак скоро будет. А что же Христос ждет? Что же Бог ждет? На этот вопрос нам, посланием к Кримлинам, дает ответ. Апостол Павел пишет, «Я скажу вам, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет определенное число из язычников, пока из языческого народа не придет определенное число». Дорогие братья и сестры, на престоле Агнца, рядом с ним невеста, это не множество народа безликого, которое невозможно перечесть. Это определенное число. И там каждого имя записано. Надежда, Вера, Галина, Валентина, Геннадий, Юрий, Анатолий, Вячеслав. Твое имя там записано? Оно записывается в день покаяния рукой Агнца. И там будет поименно определенное число. Сколько? Я не знаю. Никто не знает. Бог знает. И вот, когда этот последний язычник покается, я понимаю, мгновение ока при гласе Архангела, при трубе Господней и двери невесты, церкви, формирования закончатся. А Христос сегодня ждет, потому что не все число и что вошло. Дорогой друг, может, ты будешь последним, который откликнется в молитве покаяния и мгновения. И двери закрылись. в одной песне поется «Что же ты сидишь?» Он уже позвал. «Выходи на свет, покидай подвал». Знаете, есть евангелиционные собрания, есть молодежные конференции, где призыв. Сегодня служение – это самое высокое служение в церкви. Это воспоминание страданий Иисуса Христа. Дорогой юноша и девица, дорогой в совершенных летах мужчина и женщина, если твое имя не записано в книге у Агнца ты на брак не войдешь. Хоть ты мой друг, хоть твой друг будь там, для тебя там места нету. Он тебя позвал, а ты не ответил. И там твое имя не вписано. А вот другая мысль. Сегодня идет собрание здесь, сегодня идет служение в Африке, в Сирии, в Китае, в Корее, в Украине, в Узбекистане. А ты не думаешь, вдруг там сейчас покаяться и это последний из языческого народа. И двери закроются, а ты не успел. Что же ты сидишь? Он уже позвал. Подходи к Голгофе, там имя записывается. И ты зван на брак Агнца. Дорогие братья и сестры, чьи имена записаны в книге жизни, сегодня воспоминания страданий Иисуса Христа. Позвольте с благовением пред Богом сказать, что Господу не заставало, когда ликование звезд и радостное восклицание сынов Божьих окружало его. Иоанна 17 глава 24 стих слова Господа Иисуса Христа. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и эти познали, что ты послал меня». Дорогой брат и сестра, Господу Иисусу не хватало, чтобы на престоле рядом ты был. Ему хватало, но его внутреннее сердце, как у той матери, он любит тебя, он возлюбил тебя и ради тебя оставил, принадлежащую ему радости, славу и величия, и принял плоть, и был казнен на кресте, и тело его было истезуемо, и кровь его святая изливалась, и омыла тебя и меня. Имя твое Владимир Александр, Лена, Вадим, Максим, он записал книгу жизни, имя твое на дланях его, он тебя пригласил и ты отозвался, хочешь поблагодарить его за это? Мы сейчас склонимся и поблагодарим его за это. Аминь. Аминь.